Весь мир для меня – открытая книга. Праздник книги и чтения с таким названием состоялся на этой неделе в Славянской Центральной Городской Библиотеке. Мероприятие было приурочено к Общероссийскому Дню Библиотек, который отмечается в честь основания в 1795 году Первой Государственной Общедоступной Библиотеки России. В конце 20 века Россия была самой читающей страной в мире, и до сих пор в библиотеках на абонементе часто собирается очередь из читателей. А это значит, что книги нужны людям и сейчас. И сегодня библиотека остаётся хранителем народной мудрости, мерилом нравственных ценностей. Как говорится, библиотека – это храм для души. В Славянском районе работает более 30 библиотек, которые посещает 40 тысяч человек. Посетителями Славянской Городской Библиотеки являются более 13 тысяч читателей. В её фонде около 100 тысяч книг. В праздник книги и чтения у входа в библиотеку работал открытый микрофон, родной поэзии, стройки любимые. Все желающие могли встретиться с поэтами и исполнителями, бардами нашего города и района. Валерий Андреев – молодой поэт. Приехал вместе с родителями из города Петропавловска. На Кубани, по словам парня, им очень понравилось. Однажды Андрей вместе с мамой пошёл на рынок покупать саженцы персика. Стихотворение, которое он представил на суд зрителей, посвятил кубанским фруктам. Покупали персик мы, колерованный. Он подрощенный, двухлеточный. Корневастый он, с пышной икроною. Самый-самый был, толстоветочный. Не садили никогда мы персиков. Только яблочки зелёные на севере. Посрезала продавщица веточки. Пень остался. Ахнуть не успели мы. В этот же день библиотека проводила акцию «День прощённого задолжника». Должники в этот день могли сдать книги, которые брали давно. Также в этот день в парке имени Григория Пономаренко состоялся библиотечный квест, посвящённый 175-летию выхода в свет романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени» под названием «По следам любимых книг». Общероссийский день библиотек – праздник не только книг и чтения, но и библиотекарей. Эта профессия не так заметна, как работа учителя, врача или спасателя. Но, тем не менее, библиотекарь – это человек, способный ориентироваться в огромном массиве знаний и информации. Ведь книг в наше время существует такое множество, что не мудрено потеряться в них. Так что этот праздник – ещё и признание важности данной профессии. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».